Узнать возможности местных фермеров и разработать программу господдержки сельского хозяйства. В России стартовала сельскохозяйственная перепись. Массовый сбор информации проводится раз в 10 лет. Последняя сельскохозяйственная перепись проводилась в 2006 году. Спустя 10 лет настало время нового подсчета данных. О том, как к нему готовились в Ненинском округе, смотрите в нашем следующем материале. В течение полутора месяцев на территории округа будут работать 15 переписных участков. Специально обученным сотрудникам предстоит обойти порядка 4 тысяч сельскохозяйственных объектов города и населенных пунктов. Там есть свое ранжирование. То есть, по большей части у нас личное подсобное хозяйство, то есть по части города. Это в основном семьи, проживающие в индивидуальных домохозяйствах. Кроме того, садоводческие огородные участки и крестьянско-фермерские участки. Во время всероссийской кампании переписчики зададут несколько простых вопросов о количестве скота в хозяйствах, плодовых деревьев, площади посевов по видам сельскохозяйственных культур, а также узнают размер общей площади земельных участков. Чтобы работа переписчиков была максимально эффективной, перед масштабным сбором информации они прошли обучение. В комплект входит светоотражающая жилетка. На ней сигнальные полосы. Еще есть козырек. Так, дальше. Записная книжка. Ну и рассказать все, что у нас есть. Канцелярские принадлежности. Вся информация будет фиксироваться на планшетах, затем после обработки направиться во Всероссийскую базу данных. Основная задача статистического обследования – сбор объективной и полной информации о сельскохозяйственной отрасли и получении данных для анализа продовольственной безопасности страны. Первые итоги переписи 2016 будут известны в конце следующего года.